И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Как вы знаете, меня зовут Олег Алабудвин И сейчас мы проходим тренинг по нормальной терапии И рассмотрим специальные сложные случаи вывихи Это уже не подобие позвоночника, это уже не сублюксация Это конкретно вывих, когда у человека не то что функционально нарушено движение костей А это просто висит рука или нога Соответственно, мы рассмотрим ее сложную впадину в бедре И в плече Плечо, у боксеров или человек упал, у горнолыжников бывает Просто выбивается плечо, и оно висит, соответственно, в руках Висит неподвижно, это очень больно бывает Либо вперед, оно может выйти из-за этой впадины Либо головка плеча, либо назад Либо вниз, но вниз и вперед, оно практически одно и то же Либо может заскочить вот за кость, за кость лопатки Но такие случаи, конечно, это уже крайне редкие Поэтому смотрите, чаще всего это вперед или вниз Бывают рвутся мышцы, соответственно, задняя мышца, если порвалась, да, то передняя перетягивает так, что она разворачивается Лука разворачивается там вперед, вот так Кстати, вот человек, у него эпилептический припадок Был ночью, он лежал на руке, и вот ночью порвалась мышца Просто у вас не представляете, и все, плечо развернулось Так, меня ассистирует Светлана Сейчас покажем приемы, как это вот можно сделать Садись, пожалуйста, на стул Да, разворачивайся к камере Ну, боком-боком Нужно на стуле, если вниз, да, плечо ушло Подставить Оно растягивается То есть вот эти мышцы растягиваются дополнительно, да Немножко надо посидеть, так где-то минут 5 Если проблема достаточно сложная, то лучше обколоть нестероидами Обезболивающими препаратами После этого затягиваем плечо на себя И вверх То есть нам нужно, соответственно, обойти вот эту косточку Мы ее вытягиваем за ее пределы И поднимаем вверх Криминальное сочинение Да, криминальное сочинение Встань, теперь ложись на стол Лицом вот сюда, на живот Если рука выпала вперед То тогда пододвигаем человека к краю Лука свисает Обкалываем препаратами Ну, лидокаин, навокаин, диклофенак Их там целый список этих препаратов Я сейчас рекламой не занимаюсь Поэтому там у меня есть список На сайте можете посмотреть Пока они начинают действовать Обезболивающие препараты Анестетики Человек лежит минут 15 За это время мышцы растягиваются Растягиваются, растягиваются И после этого, в принципе, уже будет достаточно легко Поставить руку на место Вот таким вот приемом Если ушла вниз То тогда, да, то просто движение ваше Не должны понимать, что оно должно идти снизу Вот так раз и вставили Если ушла вверх То, соответственно, вот таким ударом Вставляем и в нее Опять же, еще раз повторяюсь После обезболивающих И теперь Самый сложный случай Это Изуслужные впазины Когда выходит Головка бедра Если посмотрите Вот сюда Можете показать Насколько там много связок Она просто опутана со всех сторон связками И находится достаточно глубоко внутри Соответственно, если она вышла за эту кость Вот сюда, да? За эту головку За бедреной кости Или вот за эту головку вышла То уже это означает, что связки надорваны Если не порваны вообще В этом случае Человек страдает Ходить реально не может У него Разворачивается нога Вот так вот назад И если у них вперед Вперед разворачивается Просто ходить невозможно Ходить на костылях В этом случае тоже Обкалываем соответственно Ягодичную область Вокруг Версила Бедренной кости Можно делать несколько уколов Три-четыре Чтобы уж наверняка подействовали Человека кладем Опять так же на стол На крышек стола Нога спускается вниз Чуть-чуть Не висит сама А вот как бы чуть-чуть у носочки Вот так вот Все-все-все Болтается Расслабляется В данном случае Потребуется нам помощник Если человек просто заваливается То нужен какой-нибудь Один человек Чтобы ее еще Придерживал Придерживал